Уютный дом на окраине леса, свет внутри, а на фоне массивные горы. На 13 этаже этого дома можно водить экскурсии. Вместо осыпанной штукатурки красивый барельеф. Автор Сергей Михайлик, приднестровский скульптор. У жены было много работы, а мне было скучно. И чем-то надо было заняться. Недавно приехал из Барселоны, ездил гулять туда. И увидел, какие там подъезды. Там подъезды в мраморе, в плитке, в идеале. Так сделано, что просто удивляешься воспитанием людей. И хотел немножечко сделать красоты, потому что у меня растет сын. И я хочу, чтобы он рос и видел прекрасные вещи, красоту. Энергия в каждом штрихе. Стиль, реализм. Именно это привлекает в работах скульптора. Я хотел попробовать это. Потом я пробовал вуаль накидывать, показать воздушность вуали в камне. Я делал, у меня есть такая работа. Это все накапливание мастерства, которое делает меня как мастера и как человека. Формирует меня, как точится алмаз. Граются какие-то кусочки от каких-то работ на протяжении моего труда. И я решил составить из этих кусочков, чтобы они не пропадали, сделать из трех частей. Потому что цельный камень как бы дорогой. Здесь одна часть состоит из подставки, потом другая часть – лицо и грудь. И третья часть – это шляпка. Он скульптор меня, я его работа. Так говорит Сергей о своем отце. Кстати, тоже скульпторе. Обогнать наставника, конечно, сложно, но мастер трудностей не боится. Это работа моего отца. Но от ее былой работы, этой, ничего не осталось. Эту работу он когда-то начал делать. Здесь была куча камня, вот столько еще было. И он ее бросил, потому что что-то было перекошено. То есть, когда-то мне вот эти рисочки, вот это все для меня, это было фантастикой. Сейчас для меня это не проблема. Где-то что-то убираю, где-то что-то делаю. То есть, волос должен быть волосом. Лицо должно быть лицом, кожа должна быть кожей. Хоть это и в камне, но есть законы, чтобы показать, чтобы брови были бровями. И внутри, и снаружи дом мастера похож на музей. Десятки скульптур со своей историей. Есть даже привидения, но пугаться не стоит. Мама, она была рада этой работе. Мама, это вообще из ряда вон. Потому что моя мама шкуру снимает еще пожестче, чем папа. Она сразу рубит. Мне не нравится, здесь я толстая. Или мне не нравится, тут у меня щека не так. Или я вообще не тот цвет волос. Я там, я хочу перекраситься, а потом... Или нарисуй меня молодую. То есть, как-то, я говорю, подожди, ты же для меня мама. Я же хочу передать свои чувства, как к маме в этом портрете. И такую, какая ты есть сейчас. Ей понравилось. Она говорит, этот портрет я заберу. А многие другие не хотела забирать. У этой скульптуры особая история. Жена до беременности и после. В ней все. Нежность, любовь, тонкие чувства. Я тренировался, лепил и почувствовал такую тонкость, такую невинность, такую вот еще целостность души, еще нераздробленности на двоих людей, на две души. Впереди у автора несколько новых проектов и подготовка к выставке. А пока гуляем по подъездной галерее и делаем фото на память.